Скандал с полицейской компьютерной слежкой за израильтянами, названный общественным землетрясением, дает новые мощные толчки. Опубликованы новые материалы расследования издания «Калька-лист» о незаконном применении полиции Израиля шпионской программы «Пегасус». Программа разработана израильской компанией «НСО Групп». Слежка за гражданами была всеобъемлющей. Недавние заверения полицейских чиновников и генерального инспектора полиции Израиля Коби Шабтая в том, что шпионская программа применялась лишь изредка и исключительно в интересах следствия, полностью опровергнуты. В течение последних лет полиция взломала немало телефонов и компьютеров. «Калька-лист» опубликовал имена и фотографии высокопоставленных чиновников, бизнесменов, профсоюзных лидеров и работников СМИ, в смартфоны которых была внедрена шпионская программа. Среди них генеральные директора министерств и компаний-гигантов, мэры городов, главы государственных ведомств, журналисты и издатели, организаторы социальных проектов, руководители общественных организаций инвалидов, вожаки эфиопской общины, блогеры, лидеры общественного мнения, советники, экс-премьера и члены семьи Нетаньяху. Всех регулярно прослушивали, контролировали переписку без санкции суда. Этим занимались сотрудники полицейского отдела кибербезопасности Сиджент. Чиновники и общественные деятели назвали себя жертвами Пегасуса. Они обратились с письмом к премьер-министру, министру обороны, министру внутренней безопасности, министру юстиции и начальнику полиции. Авторы обращения потребовали, чтобы все материалы, незаконно полученные с их телефонов, были немедленно уничтожены, а им дан письменный отчет обо всей их личной информации, которая незаконно находилась в распоряжении полиции. Жертвы Пегасуса опасаются, что полиция будет тянуть время, чтобы уничтожить все улики. Виновными СМИ называют бывшего генерального инспектора полиции Рони Альшейха, начальника киберотдела Сиджент Йоава Хасана и руководителя отдела технологий полиции Израиля Асафа Кахлана. Незаконная установка шпионского софта производилась не в интересах конкретного расследования, а для сбора разведывательной информации, которой при случае могли бы воспользоваться следователи. Например, для принуждения подозреваемых к даче показаний. Сбора компромата с целью разговорить подследственного. Бывший глава правительства Беньямин Нетаньяху и его подельник по делу номер 4000 владелец новостного портала ВАЛА Шауль Алович попросили приостановить процесс на фоне публикаций о несанкционированном использовании полиции технологических средств. Адвокаты потребовали отложить разбирательство по делу о коррупции в СМИ до того момента, пока не будет завершено изучение обстоятельств получения полиции данных из телефонов, фигурантов и свидетелей. Судьи приняли решение заморозить судебный процесс на месяц. После публикации очередной порции журналистских расследований изменился тон ответов полиции и о Пегасусе. Министр внутренней безопасности Омер Барлев объявил о создании Следственной комиссии по проверке обстоятельств дела. Как заявил министр, нарушения были при прошлых генеральных инспекторах полиции, при прошлых министрах внутренней безопасности и при прошлых правительствах. Проводить сегодня ведомственную проверку нельзя. Не настаивает на расследовании за закрытыми дверями и комиссариат полиции Израиля. Рапортами об оправданности особых действий полиции в борьбе с коррупцией больше обойтись не удастся. Генеральный инспектор полиции Израиля генерал-лейтенант Коби Шабтай обратился к министру внутренней безопасности с просьбой о создании независимой комиссии во главе с судьей. Создание такой комиссии позволит вернуть полиции доверие общества с одной стороны и упорядочить использование технологических средств с другой. Уходящий в отставку юридический советник правительства Авихай Мондельблит приказал полиции приостановить использование шпионского программного обеспечения. Начальник полиции распорядился прекратить использование программы Пегасус кроме исключительных случаев, когда речь идет об угрозе жизни. Большинство министерств настаивают на создании полноценной государственной следственной комиссии по делу о слежке с применением шпионской программы Пегасус. С таким требованием выступили министр юстиции Гедеон Саар, министр финансов Авикдор Либерман и министр строительства Зеев Элькин. На том, чтобы работа комиссии была прозрачной и результативной, настаивает также министр внутренних дел Айелет Шакет, министр репатриации и интеграции Пнина Тамана Шата, министр образования ИФАТ Шаша Битон, министр по делам диаспоры Нахман Шай и многие депутаты. Поддержали эти требования и премьер-министр Нафтали Беннетт, однако он отдал распоряжение провести также предварительную проверку компетентными органами Службой безопасности Шабак и ведомством разведки МОСАГ. Бывший глава правительства, лидер оппозиции Бенемин Нетаньяху сравнил использование агрессивных инструментов шпионажа против граждан своей страны с бомбежкой собственных территорий. А экс-министр транспорта депутат Атликуда Мири Регев пошла на экстравагантный шаг. Выступая с трибуны Кнессета, она имитировала звонок на свой мобильный телефон. Извинившись перед председателем и коллегами депутатами, Регев ответила Комиссию по расследованию полицейской слежки обещают созвать в ближайшее время. Все понимают, что быстрых выводов от комиссии ждать не стоит. Это знают даже жители страны, которые в школьные годы не проходили Грибоедова и не помнят цитату. Что за комиссия? Создатель